Не сезон для пляжного отдыха лета. В Новосибирск не торопятся, но водолазы все равно обследуют береговые линии и дно водоемов. Какие необычные предметы находят спасатели под водой, узнала Екатерина Киселева. Температура воды примерно 6 градусов. Дождь. Если в прошлом году самых отважных купальщиков на пляже можно было встретить уже в середине мая, сегодня под Буглинским мостом пусто. Для спасателей это первая проверка в этом году. Погружается на песчаное дно один водолаз. Коллеги с берега контролируют процесс. Уйти на глубину получается не с первого раза. Сейчас тебе поднесут еще. Я понял тебя. Выходи на правую сторону. Костюм сухого типа лучше сохраняет тепло. Однако для полного погружения нужны утяжелители. Это бундирование позволяет спасателям работать и тренироваться в любое время года. Костюм сухого типа, он может и подлёдное погружение выполняем, работаем. Я здесь, Степа, Степа, не переживай, я здесь. От берега максимум на 40 метров на длину страховочной веревки. Со дна обычно достают все, что плохо лежит и может стать причиной опасности. Это затопленные коряги, предметы, колеса, например, стекло и так далее. В прошлом году на этом месте нашли большую покрышку, буквально в трех метрах от берега под водой. Ну, в принципе, могла быть причиной, скажем так, несчастного случая. Один водоем обычно обследуют за два часа. Сегодня понадобилось меньше одного. Кроме камня булыжника в Аби, водолаз не нашел ничего. Дно чистое, потому что пляж закрыт косой. Сюда редко что приносит. Зато вода мутная, говорят спасатели. На ощупь только, все на ощупь. Никакой видимости нет совершенно. Даже элементарно запас воздуха посмотреть. Не видно только стрелку, а значений на манометре не видно. Кроме пляжа в Бугринской роще проверят еще четыре. Успеют до середины июня. Планируют открыть купальный сезон по графику. Спасатели предупреждают. В этом году в столице Сибири разрешат купаться только на пяти пляжах. На Утилус, у моря Пскова, Сан-Сити, Звезда и в парке Бугринская роща. Коса не принадлежит парку. Это просто территория. Ее в любой момент может затопить. Купаются вот в этой заводе, которая здесь в основном здесь не сильно глубоко. По прошлому году, по крайней мере, было. Ну и люди купаются. На той стороне, хотя стоят таблички, купание запрещено. По факту, как было в прошлом году. И это не просто таблички. На них просят обратить особое внимание. В прошлом летом на несанкционированных пляжах в Новосибирске утонули 59 человек. Екатерина Киселева, Александр Ведерников, Новости ОТС.